В этом видео посмотрим плагин галерея в Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данный плагин. Данный плагин относится к ветке Pro плагинов Elementor. Перетаскиваю плагин галерея на холст. И чтобы нам начать смотреть на этот плагин, нам нужно добавить хотя бы несколько изображений. Первое в настройках тип одиночное и множественное. Давайте сначала проверим одиночное. Ниже изображение. Кликаем вот по этому плюсику, чтобы добавить изображение. Либо загружаем с компьютера для изображения, либо если у вас изображение уже есть, просто мышкой отмечаем те, которые хотим вывести в данной галерее. Я отметил три изображения. Нажимаю создать новую галерею. Здесь вы можете подписать под каждым изображением вашу фотографию, зажать левую кнопку мыши, передвигать так местами. Есть кнопка в обратном порядке. Вставить в галерею. У нас изображение видно здесь в настройках вставляются и также они здесь у нас отображаются. При наведении по умолчанию есть легкое затемнение картинки. Также вы можете прям навести мышь вот здесь вот, нажать на карандашик и вернуться в редактирование. Например, добавить сюда, нажав на кнопку «Еще изображений». Или нажать на корзиночку и все изображения удалятся. То есть по клику у нас уже рабочая галерея. Вы это видите в лайтбоксе. Экран затемняется. Имеется по бокам навигационные стрелки. По клику, по стрелкам вот так вот перелистывается изображение. И есть крестик закрыть. Макет. Есть три варианта. Сетка. По ширине. То есть по ширине, получается, нашего каркаса они становятся больше. Когда мы выбираем по ширине, высота строки, смотрите, мы можем этим управлять. Отступы. Это между картинок. И у нас адаптивная эта галерея. Вы видите, на планшете она хорошо смотрится. На телефоне у нас перестраиваются изображения в одну колонку. И это правильно. Смотрится нормально. Дальше. Размер изображения 300 на 300. Я выбираю 1024 на 1024. Картинки становятся лучшего качества в миниатюру. Я могу это себе позволить, потому что само изображение у меня HD 1280 на 720. Дальше у нас есть кирпичная кладка. Это некий вариант. Колонка. То есть, когда у нас кирпичная кладка, у нас доступна вот такого вида колонки. Также имеются отступы. Ну, я оставлю сетка. Также при сетке у нас отступы тоже доступны между изображениями. Я оставлю 10. Далее у нас есть настройки перекрытия. Сейчас перекрытия, если нет, то у нас при наведении на изображении ничего не затемняется. Если мы перекрытие используем, заголовок изначально ничего не показывается. Если я выбираю заголовок, то здесь появляются некие заголовки. Сейчас покажу вам, как эти заголовки на изображение вносить. Описание. Также, если нужно описание, можно поставить либо заголовок, тот же самый, либо это подпись, либо это alt. Тег для изображения, выводи здесь, либо описание. Мы с вами заходим в режим редактирования. Вот сюда вот кликаем в карандашик. Я кликаю по изображению, справа появляются его настройки. То есть, вот этот вот заголовок заполняется здесь. Описание. Если вы выводите, то вот здесь вы пишете описание. И так нужно проделать к каждому изображению. После изменений вы нажимаете вставить галерею. Обновить. Здесь это, возможно, не видно. Возможно, стоит обновить страницу редактирования. Но если вы нажмете по глазику, то здесь в предпросмотре уже это работает. Видите, где заголовок, заголовок. Где описание, там описание. Дальше мы с вами рассмотрим стили. Есть положение обычное и при наведении. Ну, здесь из описания и так понятно, что здесь можно наложить эффекты, границу. Вот анимация. Анимация выключена. Например, Zoom In. При наведении вы видите, изображение немножко анимируется. Длительность анимации можно задать. Или вот такой вот анимации. Видите, она как бы в сторону немножко отъезжает. Также при наведении, например, я бы добавил какой-нибудь CSS эффект. Ну, что-нибудь здесь надо поиграться. То есть, вот она, изображение у нас, видите, немножко становится таким. Цвет меняется. В общем, здесь надо просто поэкспериментировать, посмотреть. Настройки перекрытия. Также есть обычное и при наведении. То есть, обычное. Например, можно задать даже какой-то градиент. Чтобы это изначально было, да. Или же сделать, например, при наведении. У нас уже при наведении это темный цвет. Надо поменять цвет. Вот уже оранжевый цвет при наведении. И прозрачностью можете здесь вот управлять. И даже интересный эффект вот этому наложению можно задать ниже. Смотрите, я поставил Zoom Out. И видите, он как бы затемнение оранжевое. Оно как бы уходит. При появлении тоже можно добиться интересных эффектов. Дальше. Содержимое. Выравнивание у нас по центру. Вот сейчас по левому краю. Это то, что у нас заголовок описания. То есть, как выравнивать. Позиция. Ну, это уже по центру. Можно сделать, видите, в нижней части изображения. Отступ внутри. Цвет заголовку. Например, белый. Видите, белым стал заголовок. Соответственно, типографию. Все тонко можно настроить. То есть, это шрифт. Отступ. Цвет описанию. Давайте посмотрим в предпросмотре. Вот описание. Вы видите оранжевым цветом. Заголовок белый. Мы возвращаемся с вами в настройки галереи. И попробуем тип изменить на множественный. У нас галерея исчезает. Появляется кнопка «Все». И давайте нажмем вот здесь на кнопку «Добавить элементы». Здесь название заголовок. Например, это первая галерея. Дальше кликаю «Добавить изображение». Добавляю тех же изображений. То есть, вот она, видите, появляется кнопка «Первая». Вот они изображения. Дальше настройки вам уже знакомы. То есть, таким образом, вы добавляете, и это будет галерея как бы разбита по категориям. Категориям. То есть, вот один. У нас покажутся изображения только из категории один. Вот здесь это добавлено. Это что-то похоже, как в прошлом уроке, когда я показывал, как портфолио делать. Здесь похожая ситуация. Неограниченное количество вы можете добавить вот таких вот элементов с неограниченным количеством изображений. И вот так вот по категориям их разбить. Думаю, показывать здесь не буду, и так уже понятно. Если плагин Elementor Pro вас заинтересовал, вы сможете приобрести его по ссылке в описании. Покупая плагин, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео заканчиваю, и увидимся с вами в следующем.